всем привет с вами канал шутник скир я его ведущий никита лукашев это корреспондент дмитрий лукашев попал в кадр мы сегодня наконец-то выбрались на улицу потому что всю неделю тренировались в зале и как вы видите на велосипедах планируем сегодня заезд наверное на 40-35 километров по маршруту от нашей деревни елятина до второвского после деревни фрунзе и в итоге до мирного и там возможно проедем немного дальше и все это вам покажем покажем наши местные окрестности также в конце вас ждет небольшая распаковочка нашего нового тренажера который по факту мы сегодня забрали только с почты позже вы узнаете вообще что это такое и с чем его едят ближе к концу сейчас едем на велотренировку также возможно на выходных состоится марафон или думаешь нет если погода будет радовать и не пасха да то возможно поедем на 100 километров эти выходные на велосипедах маршрут мы кстати уже подобрали так что будет довольно таки интересно доехали на деревне второго вот как раз таки она мы здесь уже снимали один из наших роликов но особо дальше второго мы не уехали по моему в тот раз только до фрунзе доехали как раз таки до мирного мы не доехали решили вернуться обратно но сегодня мы думаю доедем до мирного не даже возможно немного дальше но помимо всего этого велозаезда и распаковки тренажера я сегодня инвестирую свои новые часы по 4s 5 до этого я занимался с кармин феникс третьими 2016 года и по итогу ролика тоже наверно в конце расскажу как они себя вообще ведут более таких жестоких условиях чем спортзал и насколько точно они показывают пусть и как хорошо не прокладывать жпс маршрут в итоге так что это тоже в конце узнаете потому что этого я их использовал только для записи тренировок в спортзале выезжаем мы из второго и нас ждет железнодорожный переезд такой вот дальше идет фрунзе через 3-4 километра наверно с легкостью мы железнодорожный переезд преодолеваем и дальше нас ждет где-то 2-3 километра хорошей дороги довольно таки хорошей дороги и сделали недавно а вот как раз таки фрунзе до мирного будет дорога не очень по этой даже можно кататься на роллерах но здесь сплошная равнина проезжаем поселок фрунзе вроде бы он не такой большой но хотим подметить недавно здесь прошел ямочный ремонт я его не одобряю очень плохой ямочный ремонт и даже на велосипеде не было ехать очень-очень по нему плохо вот как раз таки вот такими вот штучками заделывали частями вот здесь еще хорошо заделали а вот то что мы ехали где-то в середине поселка там вообще трэш какой-то был и даже на велосипеде было очень туго не то что на родерах ну вот как раз таки мы наверное уже выехали на вот местный васька кончился асфальт с ямочным шикарным ремонтом и здесь вообще нет никакого асфальта ну ты перевел а я пока еще не до конца пятая точка не страдала стало легче но не намного ну кстати дорога здесь еще широкая довольно скажем так то что дорога лучше чем у нас деревню он там кстати справа мы туда засним справа сейчас будет настоящее болото едем через какое-то не пойми какое болото в принципе дорога остается щебенкой щебенчатая такая в принципе неплохая но едем едем прям по болоту как реально настоящее болотина если пойдешь потоньше точно там да понятно куда еще придется ну да вообще непонятно но дорога здесь есть в принципе даже почему здорово потому что то ли купец то ли кто заработает но тортяников тут много все справа это прям наверно топи да ну вероятнее всего здесь не пройдешь а мы тем временем проехали 12 километров думаю где-то три до места осталось ну и думаем или немного там проехать еще два два с половиной километра вперед на посмотрим идей так всех нас считается разручным днем на потому что и велосипеде все равно при нашей скорости почти полтора часа и честно ну и как раз таки я я до этого проводил наверное три тренировки в зале по час пятьдесят и я прилично так подустал и весьма рад этому разгрузочному дню то что он вообще у нас есть на велосипедах и в принципе 30 35 сегодня для меня вполне хватит доехали до поселка фрунзе на часах 13 километров 300 метров и мой папа хочет вам рассказать некую историю вот поселок за нами в общем-то еду или где-то лишь 6 8 назад начале июня тепло так это вот вечер и вот вот ты едешь комары вот они на тебя сесть не могут этот останавливать и чувствую что в этом месте знаете вот как это вот комариный дом вот прям не знаю здесь люди которые живут мне кажется они вышли их комары берут и просто таскивает в лес там у нас машина сзади едет в общем то здесь вот но летом столько комаров и кому-то надо проверить приезжайте в поселок фрунзе проверять комаров владимирская область если что и вот как раз таки если вы этого показать показатели указатель на фрунзе значит вы в комарином доме мы кстати уже проехали 15 200 почти 15 300 и наверное доедем на той церкви если ее видно и поедем уже на базу делать делать распаковочку тренажера называется здесь вот такая вот лесосготовка молодых сосенок справа за спине такая куча щебня на дорогу наверно да будешь дорогу щебинить там кстати свои какие-то кучи он разрыли и что-то здесь наверно будут мастерить сейчас слева засними на здесь какое-то масштабное строительство будет похоже это дорогу какой-то сюда проводит вагон вот этой деревне скоро мы есть грубо говоря будем на рулевер по новой трассе летать на кстати сейчас мы посмотрим и мы хотим думаю доехать он до той церкви какой-то разрушенный прям смотреть какая ну что вообще это за церковь и видеть ее поближе жалко конечно квадрокоптер с собой не взял так будет интересней но если поедем на марафон потому что точно придется брать квадрокоптер пару взлетов точно делать придется как раз таки этот поселок называется круглова вот мы сейчас в него въезжаем цель дорога здесь вот вот этот участок был очень хороший прям новый новый участок а вот здесь тоже прям на вью настолько маленький но он был новый самое главное вот мы въехали в круглова какая-то деревенька такая я даже не знаю наверное даже судовский район может оказаться посмотреть но кстати вот эта церковь прямо на очень старая прям видно вот мы остановились сошли с велосипедов и здесь есть какая-то надпись сейчас посмотрим что это вообще вот история строительства храма в селе круглова круглова находилась в переходе церкви николая чудотворца села санина 1869 году в круглова в течение двух месяцев шел чуть ли не про неповальный падеж лошадей это происшествие заставил жителей деревни начать строительство храма в это же время соседней деревне дмитрикова случился сильнейший пожар жители деревни решили принять участие в строительстве храма в круглова и также 1869 году с досволения архиепископа владимирской студии сканатолия была заложена небольшая теплая церковь во имя святителя и чудотворца николая в 1872 году то есть через три года она была освящена после освящения малой церкви рядом человек строительства холодный камень церкви колокольник ней 1880 году строительство было закончено и новый храм был освящен в честь покрова пресвятой богородицы деревня круглова стала селом храм был построен на средства жителей круглова деревня дмитрикова деревня пегасова деревня жаденка вот так вот но здание прям сам очень старая даже написано вход запрещен сейчас подойду страшновато все это дело потому что есть прям кирпичи валяются видно она разрушается прямо на глазах внутри соответственно пусто уже сейчас хожу за папой посмотрю тоже решил посмотреть страны вот сама колокольня приличная такая церковь была довольно таки большая особенно для деревни вот заглянем сейчас сюда давайте я скорее всего коностас раньше был крыша куда-то была то есть вот там вот это алтарь с этого места было очень старая постройка ну царское время было деревни такие немаленькие вот даже напротив домики смотрите возвращаться 17 километров за типа очень себя довольно таки хорошо показывают сейчас мы едем пульс постоянно в принципе хорошо показывают я им доверяю потому что пульс среднем 120 где-то было 2 километраж тоже хорошо показывает в итоге наверно посмотрим свой маршрут уже в приложении по карте смотри деревенька такая все таки старые посмотрите сколько старых домов он там заснимал смотри дом при въезде все заброшенные разрушены вот в принципе место такой тихой хороший то есть мы пока ехали на 2 или три машины всего проехал ну тут дорога была не особо конечно мы ехали ну в принципе она довольно таки такая большая думаю больше чем наши верятели на обычном кроссовере вполне а то что здесь тихо и в самой деревне дорога вот в принципе даже вот в колпит у нас такой дороги не пахло то есть можно на велосипедах покататься дерево такая там озерцо какое-то покажите посмотреть через рядом осмотрели деревню наверное будем выдвигаться уже ближе к дому делать для вас распаковочку ну и чтоб ролик не становился таким очень долгим возможно что-то поснимаем если будет интересно на обратном пути а так уже ждите саму распаковку остановились вам заснять вот такой вот мосточек с маленькой речушкой которая в разлив довольно таки большая становится такая интересная река необычная краски с другой стороны да кстати бобр добр добр здесь красивые виды приехали кстати мы оттуда не так уж и далеко отъехали мы от фрунзе сейчас нет на метров на 500 и здесь вот такую то есть в общем-то мосточек весьма интересный а мы поедем дальше проехали второвская и встретили вот таких вот двух друзей белую лошадь и черную белую черная черная белую в общем-то статные такие лошадки под таким красивым закатом вот мы и доехали уже в деревне сразу вам расскажу про работу apple watch и сегодня мы проехали за тренировку 34 километра 650 метров средний пульс 109 так что apple watch и вполне справились с задачей по измерению пульса и в принципе неплохо я бы сказал потому что я в принципе верю 109 ударов в минуту это вполне реально реальный пульс и при том они считали все эти данные без нагрудного пульсометра так что пульс считают они довольно таки точно дальше по калориям тоже 674 активных калорий всего калорий 879 вот здесь есть кстати отдельное приложение на iphone фитнес фирменная средняя скорость 16 километров в час по итогу у нас есть диаграмма пульса и вот как раз таки я не могу найти gps данные вот они посчитали сколько по километрам у нас была скорость получается вот самого gps я пока не нахожу хотя он в принципе должен быть видимо его нет но разрядились они на 20 процентов и это вполне хороший результат в принципе мои garmin феникс 3xr разряжаются где-то за двухчасовой проезд на 10 12 процентов при том то что им конечно 3-4 года уже я их использую и аккумулятор у них пострадал а этим это очень нет принципе и года про apple watch я вам уже в принципе все рассказал как сказал жалко видимо нету gps данных с этой тренировки ну а сейчас приступим к самой распаковки нашего снаряда который мы сегодня забрали с почты долгожданная распаковочка вообще что мы будем распаковывать это у нас бронежилет утяжелительный для тренировок не брони видите пришел даже с фирменом он называется фирма iron star у них даже скотч фирменный какой бабушки но сейчас посмотрим на нем есть цена на этом даже не цените за жалко не хотим давай не затягивай это макулатура здесь здравствуйте спасибо за оказанное доверие компании на старую уверенность что вы останетесь довольны покупкой и наш оборудование поможет вам держать ее отличной физической форме у нас к вам небольшая просьба если вы остались довольны покупкой пожелаю напишите пожалуйста отзыв тот источник где форме заказ например инстаграмм вк озон в адресном подобно поможет нам вызвать доверие покупателям тупого если вдруг обнаружили какой-то недочет а еще хуже заводской брак то напишите нам 100 грамм 3 пыры и хороших он тренировал вот такая вот так вот сам жилет смотрим он же на 18 килограмм часа вы на посмотрите выглядит какая-то это вот видимо на меня логотип на плечи да у них его iron star тоже фирме да и сестры расстежки мощнее вот сейчас мы посмотрим как живительные батончики вот если вот комнаты нет это металлическая крошечка вот ему сейчас вы сейчас примирять или нет не думаю нет но мы его будем использовать взгляд на дорогах для таких примере примере на меня на меня так для каких тренировок мы его будем использовать некоторые скорее всего просто прогулки по холмистной местности возможно это будут роллеры возможно будет просто обычная оффе не знаю я в принципе пример его так как вот оно есть даже не знаю как его одеть то блин с первого раза даже рука даже приобрела брайан с таким весом то ну прям вообще вообще не похож на данным или не да прям можешь штурмовать идти кого хочешь сейчас дома должен передвигаться вот так прикольная в общем-то штука такая и выглядит довольно-таки серьезные и внушительные тем более с весом 17 грамм сюда очень тяжелая штука прям сэндбэк такой переносной и хочу вам сказать то что эта вещь будет гораздо удобнее чем тот же самый баллон ну катание на роллера с баллоном ежели с этим потому что мы смотрели конечно можно же летом ну во-первых он болтаться не будет и мы безопаснее особенно на дорогах если вы катаетесь не на специально отведенных лыжи роли на трассе прыгать конечно не буду это нагрузка вот скажем даже просто идти уже на тебе 18 килограмм конечно это ну видимо тебе лучше видеть давно это может будем дозировать там трасс убрал и и уже по лицу как каждый из таких вот пластинок грамм под 800 надо будет померить ну они вот смотрите спереди и вот так вот жилет выглядит соответственно сзади тоже по 9 наверное где-то с каждой стороны вот таких вот таких вот 10 вот здесь вот раз два три 4 5 и здесь 1 2 3 ну 9 и 9 надо 18 18 раз по килограмму да каждое грубо говоря даже просто сделав приседания уже уже чувствуется особенно мы сейчас на велосипеде проехали ну это наверное гораздо лучше чем сэндбэк уже даже сказать и гораздо удобно делаешь и гири по 10 и вот так вот уж не говоря о том что там подтягиваться можно отжимание на брусьях то есть уже полу главное не загубиться еще с такой штукой и серьезно но зато и тут эти штуки уже но мы его наверное в будущем за песню сегодня конечно пробовать особо не будем потому что мы уже проехали я по своему сразу но в общем то такая вот распаковочка на этом мы будем с вами прощаться вы увидели нашу велотренировку распаковку я вам даже немного рассказал своих новых часах так что всем большое который купил спасибо за просмотр всем пока до свидания до новых встреч